МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Недавно завершился первый квалификационный каунтер-страйк-матч на Клэнбэйс Нэйшнс Кап. Основное отличие этого штурвала Джостика – его конструкция. А также мы ждём вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим, как перехватить контроль на карте в игре Квейк. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите финал по дисциплине Квейк 3, прошедшего в рамках Asus OTEM 2007. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Всемирно известная организация Бэгрипгейминг не оставляет попыток приобрести перспективную команду из Европы в дисциплине каунтер-страйк. Чуть больше года назад Василий Ричардсон вроде уже отыскал молодёжь из Бразилии, но ребята ничем себя проявить не смогли и испытания провалили. Ближе к концу прошлого года попробовать себя в стане титулованного проекта и заявила желание греческая команда. Но и тут ничего путного не получилось. На очереди румынская команда Team IJG. Как известно, организационный комитет Electronic Sports World Cyber Game в конце 2007 года решился сменить столицу гранд-финалов соревнований. Ближайший чемпионат мира будет проведён не в Париже, а в Сан-Франциско. Тем не менее, ЕСВЦ не собирается покидать Францию, страну, которая так много дала этому турниру. С 4 по 6 июля в Париже будет проведён ЕСВЦ Masters. Вчера состоялся очередной матч по StarCraft Brood War в рамках датской мультигейминговой организации Meet Your Makers. Meme White Ra защищал добытый месяцем ранний титул от одного из сильнейших европейских зергов 3D Not Fall. Для выяснения победителя потребовалось 4 партии из 5 возможных, в ходе которых россиянин продемонстрировал характер, выиграв 3 карты подряд после проигрыша в первом раунде. Недавно завершился первый из 5 квалификационных Counter-Strike матчей на Clan Base Nations Cup между сборными командами Черногории и Литвы. Обе команды имели неплохую возможность пройти в основную сетку турнира и занять последний слот в группе «Б», в которой выступит и сборная России. После поражения от сборной Боснии и Герцеговина в рамках прошлых отборочных матчей Кубка наций команда с Балканского полуострова жаждала победы, но класс Литвы всё-таки на сегодняшний день заметно выше. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы рассмотрим, как перехватить контроль на карте. Бывают такие ситуации, когда после смерти в игре не удаётся вернуть потерянный контроль над картой. Существуют различные варианты перехвата контроля. Всё зависит от вашего уровня игры. Есть весьма сложные тактики в исполнении, а есть доступные даже очень слабым игрокам. Для начала определим, что такое контроль. Контролировать карту значит постоянно забирать главные предметы на карте, такие как красная броня и мега-хелс. Как правило, опытные игроки, контролируя предметы, тем самым контролируют противника, не давая ему свободно двигаться в зонах, где находятся предметы. Это даёт преимущество во время игры. Если же вы его потеряли, вернуть контроль можно следующим способом. Взять эффективное оружие. Обычно это рокет и шафт. И просто встать на предмете, на который должен прийти противник. Плюсы такого варианта – это можно не дать противнику забрать предмет, нанести достаточно повреждений или даже убить. Если всё проходит удачно, то часть контроля у противника вы отобьёте. Минусы. Можно отдать один фраг или серию фрагов по респавнам, после которой хоть как-то переломить ситуацию проблематично. Главное – вовремя подловить противника. В тот момент, когда он будет двигаться по направлению к предмету. И в этот момент постараться сделать так, чтобы он получил максимум повреждений. Естественно, выбор позиции, с которой вы будете защищать предмет, будет очень важен. И главное – помните, каким бы сильным не был ваш противник, никогда не уходите в глухую оборону. Оборонительная позиция на карте медленно, но верно приведёт к тому, что вы окончательно потеряете контроль над ситуацией и уже не сможете повлиять на исход партии. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятёрке. Пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Новый девайс, как и любой другой геймпад, целесообразно использовать в первую очередь для платформенных игр. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы увидите финал по дисциплине Quake 3, прошедшего в рамках Asus Oten 2007. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Особенности мышки Silverstone Sabertooth – возможность на лету изменять параметры оптического сенсора от 800 до 3200. Материал корпуса выполнен из углеродного волокна. Также применены вставки из алюминия. Мышь имеет пять дополнительных программируемых клавиш. На левом боку мыши есть специальное колесо прокрутки. Основное отличие штурвала Virtual Pilot Pro от джойстика – это его конструкция. Прежде всего, манипулятор рассчитан на то, что вы будете держать его двумя руками, как автомобильный руль или как настоящий штурвал. Это первое, но не основное. А главное – это наличие дополнительной степени свободы. Штурвал двигается вдоль оси Z, имитируя управление высотой авиалайнера. Отклонение штурвала по часовой стрелке и против часовой стрелки возможно на угол до 45 градусов. Rockfire Rovinger, как и любой другой геймпад, целесообразно использовать в первую очередь для платформенных игр. Запускаем эмулятор Dendy и играем в неспешные игры типа Mario. Вопреки всем ожиданиям, восьмипозиционной ручкой пользоваться очень даже удобно. Перемещение плавное и очень легкое. В крайних положениях слышны характерные щелчки, поэтому ложные срабатывания или, наоборот, несрабатывания исключены. Джойстик имеет 12 клавиш, из которых 8 программируемых. Зачем вообще нужна веб-камера? В первую очередь для общения, а уж каково именно дело второе. Можно общаться с друзьями, родственниками, наконец, незнакомцами в видеочатах. А можно общаться во время командной игры со своими напарниками, когда только голосового сообщения недостаточно. Разрешение камеры Cyber Snipe до 640 на 480 ведет поток 320 на 240 до 30 кадров в секунду. Имеется функция ручной фокусировки. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы увидим финал в дисциплине Quake 3, прошедшего Asus Autumn 2007. Вас ждет встреча двух сильнейших игроков СНГ, Кулера и Сайфера, на карте ZTN. Антон Кулер-Сингов, один из самых успешных игроков в Quake за всю историю существования игры. Его соперником в финале стал Алексей Сайфер-Янушевский, который является топ-игроком мирового уровня. Это вторая карта встречи, и она обещает быть захватывающей, поскольку первую карту уже успел выиграть Кулер с разгромным счетом 24-0. Сайферу предстоит отыграться. Игроки респавнятся напротив друг друга, и у Кулера есть преимущество. Он быстро забирает все главные рульизы на карте, что дает ему преимущество перед своим противником. Первая минута игры проходит без столкновений, и сейчас игроки будут пытаться взять мега-хелс и красную броню. Сайфер прокидывает мегу гранатами для того, чтобы Кулер не смог подрейлить его во время прыжка на красную. Но Кулер все-таки выходит и делает минус 100. Сейчас Кулер имеет все для того, чтобы произвести атаку. Сайфер допускает небольшую ошибку и становится легкой добычей Антона. Игроки пытаются взять как можно больше хелсов и брони. Кулер немного не успевает на мегу, где Сайфер уже занял оборонительную позицию. Кулер пробует атаковать. Сайфер выходит победителем за счет вовремя взятой меги. После неудачной атаки Кулер пытается восстановить контроль. Попытка сделать рокет-джамп на красной заканчивается фрагом Сайфера. Сложная ситуация для Кулера, так как контроль над карты потерян, но Кулеру удается поймать противника на джампаде. После того, как Кулер сбил жир Сайферу, ему удается более или менее закрепиться на карте. У Антона собирает основное оружие, берет шафт. Выход на плазму приводит к перестелке, в которой Кулер выходит победителем. Сайфер пробует контратаковать. Кулер находится в очень сложной ситуации. Отчаянный поступок забрать красный с 4 ХП. Кулер восстанавливает свое положение с жизнью. Тут же ловит Сайфера на неосторожности и демонстрирует высочайшую технику игры. Неосторожная игра Алексея Янушевского приводит к тому, что Кулер набирает на нем еще один простой фраг. Разрыв в счете начинает увеличиваться. Попытки взять предметы на карте становятся серией простейших фрагов для Кулера. Счет 13-2. Кулер уходит в отрыв. Сайфер продолжает придерживаться выбранного им стиля игры. Кулер же продолжает навязывать выгодную для себя позиционную игру, так как контролирует карту. Сайфер показывает стабильную стрельбу с эльсы, делая важный фраг. Сайфер пробует взять контроль над картой, но Кулер понимает, что именно это нельзя допустить. Перестрелка на миге заканчивается фрагом для Кулера. Алексей пробует атаковать, но Кулер показывает отличную стрельбу из рокета. И шансы на победу у Алексея становятся все меньше и меньше. Антон понимает это и старается как можно дольше тянуть время. На 12-й минуте Сайферу удается сделать фраг, но он уже практически ничего не значит. Сайфер наконец-то восстанавливается на карте и делает серию фрагов на Кулере. На 13-й минуте Кулеру удается сбить налаженный контроль противника, что позволяет провести контратаку. Очень мало времени остается до конца игры, и при этом Сайфер находится не в самом выгодном положении. Очередная аркадная попытка Сайфера провести атаку заканчивается бессмысленной смертью. В последние минуты игры Антон продолжает вести свою игру, вынуждая постоянно атаковать Сайфер. Ни одна атака Алексея не приводит к нужному результату, и это всего лишь красивое завершение уверенной победы Антона Кулера-Сеньгова в финале Асуса. Финальный счет 17-9. Поздравляем Алексея с победой. Он уверенно провел весь чемпионат, подтвердив, что он является бессменным чемпионом в Quake 3, завоевав первые места во всех трех номинациях Асус ОТОМ-2007. Quake 3 1 на 1, Quake 3 2 на 2, Quake 3 4 на 4. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова